итак друзья мы решили подняться все же сегодня в кремль казанский вот мама ползет идет еле-еле уже устала говорит пошли сегодня ну пошли вот теперь поднимаемся итак друзья мы ходим в казанский кремль сейчас будем покупать наверное билеты если нужны билеты еще не знаю вот сейчас будем выяснять так что пойдемте с нами друзья мы взяли индивидуального экскурсовода наша все будет рассказывать показывать вот так что будет думаю интересно переключайтесь я вас подвел в карте схеме чтобы рассказать краткий маршрут наши сегодняшний и начнем экскурсию трехэтажному зданию музейного комплекса хазине переводится как сокровищница четыре музея располагаются в этом здании затем мы выйдем через врата зданию мечети кул шариф через главный ход выйдем на специальный балкон для туристов из этого туристического балкона мы увидим с вами мужской молильный зал мы увидим с вами женский балкон где молятся и вот всю красоту этой мечети вы увидите своими глазами изнутри с высоты вот этого туристического балкона далее мы проследуем через эту арочку сквере казанского кремля значит и будет рассказ о памятнике зодчим казанского кремля затем мы посетим с вами благовеченский собор это 16-18 веков постройки значит зайдем внутрь и там увидим с вами четыре фрески которые сохранились с начала семнадцатого века будет рассказ о падающей башни сюм веке мавзолей казанский хана президентский дворец и в завершении экскурсии тайницкая башня тайницкая башня вот такой краткий маршрут нашей сегодняшней экскурсии да ну все не обходишь конечно кремль большой это я только такой краткий маршрут и большое я всегда говорю имея ввиду эту башню видите на расстоянии мы с вами отойдем на некую позицию исходную и там начнем собственные экскурсии имеет душу и сердце которые формируют неповторимый образ города неповторимый характер города вот душой и сердцем нашего древнего города является казанский кремль где мы сейчас с вами находимся вообще этот кремль был построен нашими предками татар которые назывались булгары булгары проживали в приазовье нижнем течении реки дом мигрировали в среднюю обувь и здесь образовали государство которое назвали булгария эта крепость была построена как пограничная крепость как северная и по крайней северной окружении этого деревня государства площадь около 15 гектаров протяженность стен крепости если мерить стены крепости по периметру 1800 метров изначально 13 башни было на этой крепости на сегодняшний момент сохранилось только 8 и вот одна из 8 сохранившихся башен представлены перед вами вы видите это спасская башня спасская башня вот казанского кремля главная башня центральная была построена сразу после захвата крепости войсками Ивана Грозного в 1552 году была захвачена эта крепость а в 1556 году псковские мастеровые Иван Ширяй и поискник Яковлев специально приглашенные русским царем Иваном Грозным вот они построили эту башню с белым камнем из белого камня она была в начале двух ярусом затем в начале 18 века из уже красного кирпича когда появился красный кирпич были надстроены третий ярус в виде вот восьмигранника где мы видим круглые часы и четвертый ярус он тоже в виде восьмигранника это уже колокольный ярус значит в этой башне была размещена располагалась церковь во имя иконы спасся не рукотворного вот церковь таким названием дала название пятиконечная звезда была установлена в советское время и олицетворяет советскую эпоху в царской России там находился два глава орла одна голова орла была направлена на востоке высота этой башни собрается от основания самосушкой звезды представляет 46,5 метров вот такая вот такова история в советском языке вот этот кремль где мы с вами совершаем формию это был чисто административный центр здесь были многочисленные министерства государственные фонды государственные комитеты но приближается дата 2005 год в 2005 году это что за дата мы, казанцы, праздновали тысячу лет в городе Казань и вот праздник был в 2005 году 30 в августе вот к этой знаменательной дате Казань преобразилась и в центре города и в казанском камне в многочисленных этих зданиях был произведен ремонт где-то ремонт фасада, а где-то был капитальный ремонт и вот к этому зданию мы с вами подошли к трехэтажам это называется музейный центр Казань переводим на русский язык перевод означает сокровищица значит остановимся здесь здание подверглось капитальному ремонту полномасштабному все чиновники, которые были в этом здании они переехали в центр города и здесь вот после ремонта это здание было открыто уже в июле 2005 года то есть в тысячелетие города Казань но дали уже не чиновникам это здание а под музеи и вот в данном случае здесь в данный момент в этом здании располагаются четыре музея какие-то музеи первый музей это музей Великой Отечественной войны но само название говорит о себе экспонаты, экспозиции этого музея рассказывают о войне Великой Отечественной второй музей называется второй музей называется художественная галерея представлены картины наших местных художников третий музей называется Казань-Центр Эрмитаж Казань-Центр Эрмитаж это казанский филиал музея Эрмитаж который находится в городе Санкт-Петербург и четвертый музей это музей природы и естественная история Татарстана в музее природы 12 старширных залов очень разнообразная экспозиция значит много интересного но основное что здесь представлена флора и фауна которая обитала 200 миллионов лет назад на территории Казань-Центр но она представлена в окаменелых отпечатках в залах музея представлены образцы полезных ископаемых которые находятся в этой нашей Казань-Центр и есть космический зал целиком посвященный космосу Вселенной Солнечной 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 очень интересный музей располагается в этом музейном комплексе под названием Казанье уход во все эти музеи осуществляется через второй подъезд второй подъезд вообще здание было построено в начале 19 века как кантонистская школа здесь обучались кантонисты это воспитанники низших военных учебных заведений значит мальчики с 12 лет значит а потом даже возрастную планку снизили с 8 лет обучались здесь военному искусству первое начальное военное образование получали в этих вот школах ну в советское время здесь располагались уже чиновники разных комитетов, фондов, министерств и прочее а вот уже к тысячелетию это здание преобразилось и стало музейным центром Хазене или по-русски музейным центром Соколичница и переправлялся на этот берег и уже использовался этот камень как строительный материал и строительство стен крепости Ваши крепости и волны в таких подходах в нашем городе вторая башня из белого камня можно и все это завершается Дозорный Голосуга чемпорт большой Дозорный в то время в то время в то время в то время Нет, война-то была еще, со времен Ивана Грозного, конечно, тут, когда открылось это здание, значит, было открыто, значит, лечить, значит, здесь чиновники были, ну, надоело им, они в местные улицы посидели и ехали в центр города. А вот это здание до сих пор так и пустует, я имею в виду верхнюю часть, я имею в виду верхнюю часть, а библиотека до сих пор так и не открыта. Нет, финансовые здания-то есть, но разместить нужно только в Киросаеве. А вот это вот уже лечить Кулшарис, которая строилась в 10 лет, с 1000 лет, с 1000 лет, и толчком строительства этой лечить послужили как раз президент Татарской республики Шаймиева. Он издал указ о строительстве 13 ноября 1995 года, и вот именно с этого момента как бы и началось это строительство. Ну, был объявлен международный конкурс на лучший проект этой мечети, в этом конкурсе шло широкое обсуждение, значит, самые лучшие проекты, и в этом конкурсе победили наши татарские специалисты. Значит, главные архитекторы этого проекта, остановимся, Сайкулин, Сазон и Матыпов, значит, центральный купол спроектирован и построен такой формы, эта форма напоминает форму короны ханов, а корона ханов имела такую же форму, как мы видим, форму купола мечети Кулшарис. По периметру этого центрального купола мы с вами видим башни, которые еще по-другому называются минареты. Четыре больших минарета, раз, два, три, и вот верхушка, там четвертая башня, минарет, и две малых. Ну, вот две малых мы сразу не видим, одну малую башню мы видим целиком и полностью, а другая скрыта за куклом, и мы ее не наблюдаем. Вот в этих башнях, как в больших, так и в малых, располагается внутри винтовая, бетонная ступенчатая лестница, которую выводят на верхние площадки, из этих площадок, ну, раньше читал, сейчас это нет, я почему-то прошедшим времени не говорю, а раньше читал, сейчас нет, читал Азан, или это кататарский, или призыв. Значит, что такое призыв? Это, значит, специальным заученным текстом созывался, значит, верующий народ в мечеть на службу, на молитву. Сейчас нет уже такого восхождения на эти минареты, сейчас этот призыв Азан читается в микрофон, который находится внутри зали, да, в мечети. Вот. Здание все целиком облицовано белым мрамором, этот мрамор привезен из Челябинской области в Верхнее Уфалейское месторождение мрамора. Значит, окна очень узкие, длинные и сильно-сильно вытянутые наверх, и имеют, значит, стельчатое такое заострение. Значит, плоскость одной стены относится к плоскости другой стены под углом 120 градусов. То есть, вы видите, вот одна плоскость и другая плоскость, угол 120 градусов. Вот такое строение стен напоминает две ладошки мусульманина, сложные вместе и приготовленные для молитвы. Прикольно. То есть, символично, да, со смыслом архитектура сложно сделана. Приготовленные, как две огромные ладошки, и приготовленные для молитвы. То есть, вот такой вот смысл. Обратите внимание тоже в основании купола, окна необычной формы напоминают цветок тюльпан. Это не случайно тоже, потому что цветок тюльпан у наших предков Булгар и у современных татар – это цветок, означающий возрождение. Тюльпан – это символ процветания, это символ изобилия, благополучия. Вот поэтому в татарской национальной одежде, обуви, головных уборах присутствует вот это вот такое оформление. Видите, такая тюльпана. И вот, кстати, у вас тюбетелька, которую я у вас вижу на голове, она тоже имеет цветок вот тюльпан. Тюльпан. Да, очень красивый тюльпан. Мы купили сегодня. Молодцы, молодцы. Вот это на память очень хорошее. Чак-чак купили еще. Чак-чак, молодцы, молодцы. Нужно еще купить. Все-таки говорят, о, как вам уже идет. Идет, 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 на самом деле, маме идет. Да, мы старались. Да, оно идет. А потому что оно близкие корни татарской. Да, еще какие близкие. Близкие корни. Просто вы в православие ушли, а мы взяли мусульманское. Вы взяли православие, а мы мусульманское взяли. Да, да, да. В 922 году, в 10 веке. Значит, Кул-Шариф. Эта мечеть названа в честь видного религиозного и общественного деятеля, просветителя, жившего в 16 веке. Этот человек был очень образованный, грамотный, широкой эрудицией, широких познаний. Он увлекался философией, он увлекался поэзией, был искусственным дипломатом. И был человеком честным, как бы, скажем так. И вот пользовался в связи с этим огромным уважением и авторитетом как среди местного населения, так и среди казанского хана. И вот, чтобы увлековечить память об этом замечательном человеке, жившем в 16 веке, было принято решение Эту мечеть назвать в честь Кул-Шарифа. Кул-Шарифа. Ну что, мы в Кул-Шарифе. Смотри. Сейчас будут нам рассказывать про Кул-Шариф, естественно. Очень красивая Фаи. Очень красивая Фаи. Сейчас я вам покажу. И у меня заканчивается батарейка. Наверное, я все, к сожалению, не смогу показать. Вот. Так что, продолжаем смотреть. Ой, друзья, посмотрите, как красиво. Смотрите. Друзья, внутри, к сожалению, оказывается, нельзя снимать. Поэтому я не смог снять. Вы уж извините. Так, а мы уже, как вы поняли, вышли на улицу. И вот-вот-вот у меня уже скоро сядет батарейка. К сожалению, я не смогу вам показать все, что хочется. Вот. Так что, вот как-то так, извиняйте. Пойдемте дальше. Вот это вот пушечный двор. Вот он образован северным корпусом спереди. Восточный корпус с правой стороны. Западный корпус. Красно-керпичный, одноэтажный. И вот это белый корпус юг. Пушечный двор был в 17 веке, имел значение. И здесь в 17 веке был налажен. Это именно сочный. Въезд был со стороны восточной. Одна же у нас арочка проделана. И въезд в то время был именно со стороны восточного корпуса. В западном корпусе были под красно-керпичные, одноэтажные. В то время различные мастерские. Кузнечные, гончарные, кожевенные, ювелирные и прочее. Вот. Значит, этот восточный корпус, он был управленческий корпус. Вот. Сейчас все поменялось. Конечно, стиль этот сохранился, остался. Значит, вот в западном корпусе, там сейчас располагаются всевозможные сувенирные лавки, магазины. Значит, в северном корпусе, где два флага Российской Федерации справа и Республики Татарстан слева, это президентский дворец, представительский корпус. Если ваш президент, в вашей республике, приедет к нашему президенту Татарстан, первая встреча будет вот в этой торжественной обстановке. Вот. Вот если Игнатик приедет к нашему президенту Менихану, у нас сейчас Менихану, вот первая встреча будет вот в этом корпусе. Восточный корпус. Здесь располагается, как бы, с таким же названием пушечный дворец. Вот. Вот. Ну, сейчас вот елка здесь установлена новогодняя, снеговики, значит, снегурочка. Это все, эта иллюминация такая включает свеченье. Мне кажется, нет. Очень красиво здесь. Идем дальше, да? Мы идем. Друзья, мы дошли до башни Цюембике. Она вот так вот, как пензатская, так падает чуть-чуть. Вот еще, значит, собор красивый. Так, вот тут тоже вот какое-то здание красиво. Сейчас нам экскурсовод все расскажет, покажет. И мы пошли в сквер. Как красиво. Охренеть. Бежим, 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 бежим. Сейчас, бегу, бегу, бегу. Сейчас расскажет, нам все покажет. Вот, батарейка разрядилась, все разрядилось. Я успел тебя сфотографировать. Классно, да? Ага. Дом посмотрим. Сейчас вот нам тоже расскажут про памятник. Нет, вот вдвоем-то давайте я вас сфотографирую. Да ладно. Главное, чтобы ее сфотографировать у меня. Ой, только. Ага. В центре этого скверика был установлен вот этот вот памятник, который называется Зодчим Казанского Кремля. Ну, название мы видим верхний стакой на татарском языке и нижний стакой на русском языке. Зодчи – это слово, которое менее употреблено в современном русском языке. А в древности означало Зодчи – это архитектор, строитель. То есть этот памятник посвящен строителям, архитекторам Казанского Кремля. Но не конкретным личностям каким-то определенным, а как собирательный образ в виде двух фигур. В виде фигуры татарского Зодчего, строителя, архитектора, и в виде фигуры русского, Зодчего, строительного архитектора. И, значит, это как собирательный образ. Этот памятник посвящен строительству всех эпох, строительству всех времен и всех национальностей, которые принимали участие в строительстве этой крепости, начиная с глубокой древности и до наших дней. Авторы этого замечательного памятника – скульпторы Демченко и Головачев, архитектор Рустам Забирин. Мы видим две фигуры. Фигуры татарского Зодчего и национальный головной убор в виде тюрбана. Халат, характерный для той эпохи. В руке свиток свернут в рулон, и мы не наблюдаем его архитектурные планы. Русские Зодчи выполнены в сидячей пользе. На коленке развернут этот свиток, и на свитке мы видим изображение, только тут снегом запорожье, изображение спасской башни казахской башни, через которую мы проходили. Друзья, ну что, мы сейчас зайдем в собор Благовещенский. Сейчас нам тоже показывали, как он строился, сколько строился времени. И про фигуретские рассказали, сейчас будем смотреть их вживую. В общем, мы побежали. Друзья, ну что, мы вышли из собора, поставили свечки за здравие. Сейчас вот идем по башне Суимпике. Это скользко, вот иду, еле. Так что продолжаем смотреть нас, не переключаемся. Вот башня Суимпике. С Новым годом написано. Так, идем дальше, друзья. Президентский дворец. Здесь когда-то был ханский дворец, это раскопки показали. Вот эта вот площадь, это ханская площадь бывшая. Вот этот сад, это был бывший ханский сад. Раскопки законсервировались, потому что очень ограниченное время дали на изучение. И консервацию вот законсервировали здесь вот в центре этой площади. Значит, в виде кирпичной такой хладки. Но вообще это издревле центр власти, место власти. В 19 веке здесь вот был построен вот этот дворец, который вы видите. По проекту московского архитектора Тона и санкт-петербургского архитектора Пески. Вот этот дворец для губернатора Казанской губернии. И в Царской России этот дворец назывался губернаторским дворцом. В советское время здесь располагался, значит, парламент нашей Татарской республики. А вот с 1991 года, когда произошел распад СССР, здесь был произведен капитальный ремонт. И с 1991 года этот дворец стал называться президентским. То есть это рабочее место нашего президента Мениханов Рустам Нургалеевич. Сейчас является президентом Татарской республики. Красивые здания очень. Сейчас я сфотку здесь. Башня называется Сююмбике. Как предполагают историки, она была построена в начале 18 века из крупномерного красного кирпича. Имеет высоту 58 метров. Имеет 7 ярусов. И эта башня действительно падающая. Очень были длительные споры между казанскими историками и археологами по поводу причин падения башни. И вот этот спор многолетний, он решился раскопками. Возле башни были произведены раскопы. И выяснилось, что вот эта вот сторона башни, которая обращена на запад, она, раскопки это показали, опирается на остатки фундамента мечети. Дело в том, что вот до этой башни была древняя старинная мечеть, которая не сохранилась, но от нее в толще земли остался фундамент. И вот эта сторона опирается на остатки фундамента этой мечети. А вот та восточная сторона, она не имеет такой фундаментной окладки в виде, значит, фундамента вот той старой мечети. Потому что локализовалась вот здесь вот мечеть. Там кирпичная кладка опирается на простой грунт. Грунт, как мягкая субстанция, имеет свойство давать усадку, просадку. И вот постепенно башня стала крениться в ту правую часть. Чтобы башня не упала, еще в царской России появился вот этот металлический, довольно-таки широкий пояс-стяжка, который стянул нижний ярус. Но этот пояс-стяжка не помог, башня продолжала падать. И чтобы башня уже окончательно не упала, в советское время был разработан план по укреплению этой башни. И, значит, укрепили, сосредоточили свое внимание на укреплении фундамента. В основании инъекциями был залит бетон особо прочной марки. Когда он застыл, затвердел, башня прекратила свое падение. То есть основательно укрепили эту башню. Сейчас, как это модное слово есть, совершают мониторинг, то есть наблюдают, делают замеры с помощью точных приборов на предмет падения башни. Но башня не падает. Сейчас уже нет, да? Нет. Уже все. А она успела отклониться за это время от вертикальной оси, ось башни, на сто девяносто восемь сантиметров. Ну, это много. Нет. Сто девяносто восемь сантиметров. Это два сантиметра не хватает до двух метров. Вот такое. Это вообще. Вот. Но башня, она не падает. И вот такое вот состояние. Она уже нет. Значит, название Сюмбике было названо в честь царицы Сюмбике. Сюмбике была привезена своим отцом Юсуфом с Нагайского ханства в наше Казанское ханство в 1535 году. И привез Юсуф свою дочь, красавицу, в Казань, в Казанское ханство, казанскому хану Джан Али в качестве второй жены. И это была молодая, очень красивая, умная и мудрая женщина. И вот, чтобы увековечить память об этой царице, башня была названа ее именем. Нагайское ханство – это современная Оренбургская область. Нагайские степи – это Оренбургские степи. Угу. Снег очистят. И эти знаменитые ворота. Наконец-то мы дошли до них. Самые знаменитые ворота, наверное, в Казани. Ну, мавзолей, вы знаете, это захоронение, по-другому говоря. И вот этот мавзолей состоит из двух частей. Вот это вот место с правой стороны огорожено металлическим изглением. Мы видим с вами стеклянную пирамиду. Это место, где извлечены были остатки шестерых ханов. А вот это место, где подготовили собственные мавзолеи. Вот эта вот резьба по камням – это портал-вход, мавзолейный зал. А вот эта вот навершия стеклянная в виде цветка тюльпана – это освещение этого зала. Здесь извлекли костные останки. Они находятся пока в Институте истории Республики Татарстан. А вот в этом году планируется перезахоронение. И вот перезахоронение планируется в этом году. Вот внизу мы увидим уже подготовленные саркофаги. Ага, сейчас посмотрим. Интересно. Вот, а на этой третий стеклян? Ты не знаешь? Шестер. Ну, она все не стоит. Не стоят. Вот, посмотрим сюда вниз, мы видим. Да. Параллельно стоящий друг другу. Тут не видно нельзя из этой стеклы. Ага. Значит, выходим вот к этой башне. Ага. За нашу экскурсию сегодняшнюю мы с вами ознакомились с какими башнями. Первая башня – это Спасская. Спасская. Вторая башня – Спассо-Преображенская. Третья башня – падающая башня из красного кирпича, которая называется Тюмбике. И четвертая башня, которую я вас напомню – это Тайницкая башня. Своё название такое, Тайницкая, она получила от слова «тайна». Тайный подземный ход прилегает под этой башней, и он дал название этой башне. Дело в том, что в татарской крепости эта башня уже была, и она называлась Нургали. И переводится как «Луч света». И под этой башней наши предки заблаговременно вырыли тайный подземный ход, который вел к источнику родниковой воды. О, как интересно. В мирное время этот ход не имел значения. За водой ходили по поверхности земли. А вот когда крепость была в осаде, когда крепость была окружена врагом неприятней, вот этот ход имел важное значение. В тайне от врага, незаметно от врага, пользовались этим ходом и пополняли запасы воды. Вот этот тайный подземный ход, он до сих пор здесь, но только разрушен, завален, не надо проводить распорки. Но он существует и поныне. И вот он дал название этой башне. Дай-ди-дай-ди-дай. Вот это пустынь и снега и льда – это Казанка. Вот это движение городского транспорта – это Ленинская дамба. Вот эта вот развязка в виде трех эстакад, а под этими эстакадами река Казанка протекает. И опять она широко разливается. Вот эта белая пустынь и снег и льда – это русло реки Казанки. Друзья, экскурсия подошла к концу. И мы вышли из Кремля и направляемся в сторону самого главного здания сельхоз. Там какое-то название. Не могу сейчас помнить. Вы еще меня поняли. Будем фотографироваться и, возможно, сделаем видео, если у меня батарейка не сядет. На автопарате тоже села, но все равно что-то фотографируют. И камера тоже вот сейчас тягет. В общем, смотрите дальше. Ну что, друзья, мы пришли к зданию земледелия, самому главному зданию Татарстана. Вот, посмотрите, какое оно красивое, большое, такое помпезное, колонны. Очень такое интересное здание. Сейчас будем фотографироваться. Ну что, друзья, мы пофотографировались напротив дворца. Смотрите, какой большой дворец. Очень красивое здание. А вот соседствует он с таким красивым домом. Тут живут богатые люди Казани. Вот так вот. Все, а мы направляемся в сторону отеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА